Что вы знаете о свекле? Какими полезными свойствами обладает этот корнеплод? Как приготовить из свеклы вкусное лекарство? При каких заболеваниях оно особенно помогает? Обо всем этом узнаете, досмотрев видео до конца. Свекла является корнеплодом, имеющим широкое применение во многих странах земного шара. Используется в кулинарии, медицине, косметологии. Что вы знаете о свекле? Свекла выращивается на каждом садовом участке. Если даже не получится вырастить корнеплод, то употреблять можно листья. Они применяются в салаты, первое и второе блюда, для получения лечебных настоев и отваров. Можно использовать сырые листья свеклы для местных процедур с целью заживления ран и ожогов, улучшения цвета кожи. Состав корнеплода богат микроэлементами, клетчаткой и витаминами. Калорийность низкая, менее 50 калорий на 100 грамм. Является источником полезной клетчатки, которая снижает риск развития различных заболеваний, в первую очередь онкопроцессов и сахарного диабета. Положительным является то, что во время термической обработки практически не теряет своих свойств. Полезные составляющие сохраняются в исходной концентрации. Какими положительными свойствами обладает корнеплод? Использование в пищу блюд, содержащих свеклу и употребление ее в свежем и вареном виде, положительно сказывается на многих функциях организма. Свекла оказывает благотворное воздействие на организму в следующих случаях. Повышает защитные силы организма. Стимулирует ответ иммунной системы при контакте с возбудителями, способствует улучшению синтеза иммуноглобулинов. Помогает кроветворению, формированию форменных элементов крови, синтезу гемоглобина. Улучшает проходимость сосудов, снижает холестерин, стимулирует образование разветвленной сосудистой сети. Обеспечивает оптимальное пищеварение, обладает стабилизирующим действием на микрофлору кишечника и способствует удалению токсинов. Положительно сказывается на гормональном фоне как у мужчин, так и у женщин. Облегчает симптомы климактерического периода. Способствует росту мышечной массы, повышению физической устойчивости. Повышает свойства регенерации клеток, что особенно важно после различных травм и хирургических вмешательств. Свеклу можно употреблять как в качестве гарнира, так и как дополнительное полезное питание. Как приготовить из свеклы вкусное лекарство? Для приготовления полезного и вкусного лекарства применяются различные способы обработки корнеплода, используются различные добавки. Вот один из рецептов. Вам понадобятся корнеплоды, свекла 5 кг, вода 2 литра, 20 г сахарного песка и 20 мл яблочного уксуса. Как готовят, сейчас расскажу. Свеклу помыть, почистить и порезать на кусочки. Каждый клубень на 5-6 частей. Залить горячей водой и варить в течение 60 минут, затем добавить сахарный песок и яблочный уксус. Остудить и можно уже использовать. Хранить следует в холодильнике. Как применять? 2-3 раза в день перед едой съедать кусочек свеклы и выпивать 30 мл свекольного отвара. При каких заболеваниях рекомендуется? Использовать можно в качестве витаминной добавки всем. Однако особенно средство поможет при следующих ситуациях. Снижение гемоглобина и тромбоцитопения, повышение уровня холестерина, появление отеков или симптомов нарушения оттока мочи. Синдром хронической усталости, психоэмоциональное и физическое истощение, половые дисфункции, облучение и хроническая интоксикация. Ожирение, жировой гепатоз и жировая инфильтрация поджелудочной железы. Хронические запоры, дисбактериоз кишечника, переломы костей, остеопороз. Обилие положительных качеств обусловлено богатым составом корнеплода. А есть ли противопоказания? Ну конечно, в первую очередь это индивидуальная непереносимость. Острые заболевания желудочно-кишечного тракта, стойкая гипотония, мочекаменная болезнь. Так как свекла содержит большое количество сахаров, то не следует употреблять более 100 грамм в сутки при сахарном диабете. Это имеется в виду и отвара, и корнеплода. Думаю, что полезное лекарство из свеклы поможет многим улучшить состояние и самочувствие.